Боже милостью будем не грешным создав имя Господи помилуй меня бесчиславец и грешил Господи прости меня грешного Достойно есть якова истинно блажите Богородицу пресноблаженную пренепорощенную Матерь Бога нашего счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим без искления Бога Слово Рожише и Сущую Богородицу Те величаем Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Господи помилуй Господи помилуй Господи благослови Воскресе измертвое Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитва ради Пречистое Твоей Матери Силы щаснага Животворящего Креста Святых Ангелов наших Хранителей и всех ради святых Помилуй и спаси нас Яко благости и человека любит самих Божьей милостью будем негрешным Сознав имя Господи помилуй меня Бесчиславец и грешил Господи Прости меня грешным Помилуй Это начало Повторяю Некоторые никогда не молились Так как не учат этому А что нужно учиться правильно Ну как не надо учиться Ученики Которые ходили за Христом и говорят Господи научи нас молиться Как Иоанн научил своих учеников Этого достаточно чтобы понять Что надо учить Потому что если бы мы Жили по другому до этого У нас какой-то был навык молитвы А когда уже в зрелом возрасте Приходит человек Его надо все время наставлять Вот люди приходят в храм И если Человек откуда-то придет Ни разу не видел Он даже не поймет Что это такое Как служение идет Приехал архиепископ Марк Берлинский Арнд фамилия его Но они с моим братом Зашли в храм Я там в Москве кажется Он архиепископ И этот протеерей Он постоял и спрашивает А что здесь делается в храме-то Он даже не может понять Наизусть знает службу Кто что хочет То и делает В одном месте тут что-то Акафис считает В другом отпевают В третьем Заканчивается Вчера же канон какой-то Все это многогласие Проще подвигло Ревнителей Сделать реформу в церкви И сделали раскол То есть не знали Как молиться Молиться не знали Как А как молитва Очень важна Если не сказать Главнейшее Может быть Первейшее С утра Начинаешь с этого Не помолившись Начнешь что-то делать И считай Ничего у тебя не будет То этому надо учить Вот сегодня я хотел сказать О потребности души Молиться И как выбрать Кому молиться Вот мы видим в раю Уже сразу Первые щита Которые Господь сотворил Адам и Ева И уже возник вопрос Кому молиться Не я его искусственно придумываю Адам Ходил с Богом Беседовал в раю Прямо так и написано Ходил Видеть он не мог Бога никто никогда не видел Но написано Ходил Как Бог Видит человека Ему казалось Видел Непонятно Отроков бросили Вавилоне в печь Их бросили троих А на уходоносор смотрит И А кто там четвертый Подобный сыну Божию В печи вогненной Раскаленный Подобный сыну Божию Он видел когда-то Нет А с чем он тогда сравнивает Ну Есть такое В человеке чувство Что То что Очень хорошее Красивое Оно что-то неземное Вот когда Постонные князем Владимиром вернулись Они говорят Когда побыли на богослужении Говорят Мы были как на небе Ну что они были на небе До этого Видели Сравнение сделали Да конечно нет Языческие послы По-гречески не понимали Но внешне Эта красота Она тронула их Какой запах Ладан Какие свечи Ризы на священстве Поют прекрасно И они избрали веру православную И вот здесь Первые счета В раю И уже разговор Наш разговор Повторяю Когда мы Молимся Говорим Богу Господи помоги Дай Это В ту сторону идет Когда Бог Нам говорит Мы это совестью Должны слышать Или читаем Когда священное писание Бог дал слово свое Слово Божие Называется Слово Слово Которое Бог сказал И его запечатлели И это дальше Так и пойдет А змей в это время Начал свое Свои молитвы влагать Опровергая то Вкладывая свое Нет не умрете Когда Сказал Адам Что Нельзя вкушать И говорила Ева Нельзя Он свое Ставил Будете как боги Стали как боги Нет Стали как земля Из земли Ты взят Из праха В прах вернешься И далее мы Некоторые моменты Только напомню Как Вот уже видим Жрецы Ваала Скачут Как Сегодня бы сказали На карту Было поставлено Все Слышит бог Или не слышит Есть такой бог Или нет Или в пустоту Слова Идут Сегодня то Если бы так Поставить вопрос Ну вот спорят С кем то Такое бы было Что то такое Сделать Чтобы явно Видно Не человеческой Рукою То можно было Доказать Какая вера истина Или кто на это Решился В древности Было такое Что разжигали Костер И я зайду В костер И я не сгорю Были такие Волк согласился Был А костер Разожгли В житьях Говорится Он его за руку Тащит туда В костер Он нет Нет Я сгорю Как листья сухие А этот Взошел Постоял Сколько вышел И все Даже фильмы Эти такие ставят И вот Жрецы Вааловы И Илья Чтобы не подумали Что Илья Подделал что то Каждый себе Жертвенник Построй Построили Выберите Жертву Сами К твоему Жертву Никто не прикасался На новом месте Не так что заложили А там Как В школе опыт делали Там какой то натрий Водой поливаешь И он Дает температуру И загорелось Мы разгадали это Что делал Илья Да не было Никакого натрия Откуда бы он был то Ну выдумка одна И вот Начинается Перед всем миром Разворачивается Действо Страшное И непонятное Некоторые От страха Может стояли Не знали куда деваться Ни громов Ни молнии не было Все Первые Жрецы Ваала Что они делают Делают жертвенник Выбирают жертву Колют Быка Кладут его Все как надо делают Но Не подкладывать огонь И чтоб загорелось И они кричат Кричат по славянски Церковно славянский язык Хорошо знают Не Ваал А Ваале Это звательный падеж Такой устаревший Славяно-русский Ваале Услыши нас И кололи себя И кровки клапаним Копьями кололи Зачем бы они это делали Если никогда не было Значит Они знали Чем больше Как факир Истязает себя Вот как в Индии сейчас Щеки там прокалываются То их услышит их Бог Он не слышит Они скакали Значит И у них это было Показать ему ревность Настрой в молитве такой Ну так и должно быть Напряженно молятся Настоящие молитвенники Но не было ответа Илья начал Подтрунивать над ними Подсмеиваться Кричите громче Может Бог вас заснул Где-то в дороге Ушел далеко Не слыхать Речь идет о молитве Они молятся Богу Как всегда молились Зачем бы Весь Израиль-то молился Люди молились В Аале И они получали Что-то Но мы-то Сейчас-то вообще Ничего не получаем Помолился Бог благослови И все И они В Аале Благослови И пошли Надо выбрать Кому И вот наступил момент Теперь надо показать У них свои книги были Они тоже открывали Назвали священным писанием Приносили жертвы Были жрецы Написано Жрецы В Аалову Сегодня вопрос Именно так и стоит Как молиться Быть православным Быть мусульманином Быть буддистом А сколько других-то вертов Христианстве в одном только И сектанты И католики И кого только нет Как молиться Какому Богу Как этого Бога звать Моисей сразу сказал Спросит Бог явился А как его звать Этого Бога Богов-то много То есть ни одного нет На самом деле один Как подсмеивался Иоанн Златоуст Говорит В римском пантеоне Пятьсот божеств Пятьсот По названию А в действительности Ни одного Тогда все Полдень Ничего нет Илья говорит Отойдите в сторону И вы знаете историю Восемнадцатая глава Третья книга царств Жертвенник Жертва Водой все залил Вокруг кров Водой залито все И теперь возвал Ты Бог Израиля Иегова Пошли огонь А дальше Дальше Хватающий жрецов И Ликвидация Даже в гулаг Не стал ссылать Восемьсот пятьдесят голов Долой Вот мы становимся На молитве Даже знать Какому Богу Мы молимся К вагалу Относится все Остальное Что не является От Юговы Мы выбрали И зовем Господь Имя Югова Заменили Словом Господь Адонаи Господь Есть Бог Господь Это название А Бог Это общее название Божества Кто он Кто он по званию А это имя Его Господь Это имя Которое в нашем языке Так звучит Так как Господь Бог Господи Божий Говорим И сказать Господь Есть Бог Это понятно Как будто Имя И фамилия Если говорим Иисус Есть Христос Иисусов было много Иисус Новин Иисус Сирахов Христос Это значит Помазанный от Бога И вот первое Что мы Это избираем Кому молиться И каждому Открыто Мы должны говорить Когда христиан Арестовывали Приговаривали К смертной казни То они просили Только одно Не передать записку Передать жене Сейчас бы что В фильмах показывают Дайте время Помолиться Время дайте Помолиться Потому что я не знаю Дальше что будет Теперь помолился И как правило Молятся за мучителей За палачей Это абсолютно Везде одинаково было Знаете О чем молиться Если наступила смерть Просьба только одна Помолиться Я не успел завещание сделать Это уже все Опоздавали Поезд ушел И поэтому мы становимся Когда сейчас Времени нету Совсем времени у нас нету Но я делаю Вступление на это По другому никак Надо делать все быстро Есть два Два только пункта День Надо делать Медленно Не торопясь Это молитва И чтение Слова Божия Хорошо это Запомнить надо И делать любое дело И молиться И родиться Умирать И жениться Все с молитвой Чтобы было По благословению Господню И это будет Молитва Начатая в раю И закончится Последняя Страница Мировой истории Написано в откровении И дух и невеста Говорят Приди И всякий Слышащий Да скажет Приди И мы говорим Приди господи Будь с нами И услышь нашу молитву За молитвой Святых Отец Нашей Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Всяческих Радей Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Всяческих Радей Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Всяческих Радей Боже И ощисти меня греш Вя Suzuki И каки же благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет и мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно. Воспалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Я не могу больше кланяться, позвоночник у меня не позволяет. А остальные кланятся земные поклоны. Сорю небесный, утешителю души истинные, иже везде ссы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, овны, и очистены от всякие скверны. И спаси блажи души наши, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и ссыли немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое и царство, сила и слава вовеки. Аминь. Вот мы начали Царю Небесный и Отче наш. Вот это называется Трисвятое. И когда мы говорим, у нас правило есть днем молиться, семикратно в день. Прославлю тебя за судьбы правды твоей. Псалом 118 и 164 стих. Это означает, ну а один раз как? Ну один раз это три святое и сто поклонов. Сто поклонов земную, как сейчас делают, и не менее семи раз в день, если есть такая возможность. Три святое и поклоны. Сто поклонов. Это называется щетки. Восставши от сна, припадаемте блаже. Ангельскую песню опиемте сильной. Свят, свят, святость и Божия. Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь нам воздвигом, если Господи умой просвети и сердце уснемой. Отверзивая же петь эти святая Троица. Свят, свят, святость и Божия. Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судья приидет. И кое-горже деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощие. Свят, свят, святость и Божия. Богородицу и помилуй нас. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. От сна восстав. Благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многерая Твоя благость и долготерпение не прогневался на меня лениво и грешно. Не погубил меня со беззаконием моими. Но человека любствовал и си обычно. И в нечаянии лежащего воздвигал меня и си. Воеже утреннивать и славослойте державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Поучайтесь о слове всем Твоим. И разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечнем. И воспевайте всесвятое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите поклонимся и преподим к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 9. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, Возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, Петь имени Твоим Всевышний. Когда враги мои обращены назад, То приткнутся и погибнут при лицом Твоем. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал над народой, Погубил нечестивого. Имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия. И города Ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. И он будет судить вселенную по правде, Совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, Прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебе, Знающие имя Твое, Потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте, Господу, живущему на сионе, Возвещайте между народами дела Его, Ибо Он взыскивает за кровь, Помнит их, Не забывает вопли угнетенных. Помилуй меня, Господи, Возри на страдания мое, От ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня От врат смерти, Чтобы я возвещал все хвалы Твои Во вратах чели Сионовой, Буду радоваться о спасении Твое. Обрушились народы в яму, Которую выкопали, В сети, которую скрыли они, Запуталась нога их. Познан был Господь по суду, Которую Он совершил, Нечтиво уловлен делами рук своих, Да оброчаться нечтиво в ад, Все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, И надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, Да не преобладая человек, Да судятся народы при лицом Твоим. На виде, Господи, страх на них, Да знают народы, Что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, Скрываешь себя во время скорби? По гордости своей Нечтиво преследуют бедного, Да уловятся они ухищрениями, Которые сами вымышляют. Ибо нечтивый Хвалится похотью души своей, Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своим нечтиво Пренебрегает Господа, Не взыщет. Во всех помыслах его Нет Бога. Во всякое время Пути его гибельны, Суды то и далеки для него. На всех врагов своих Он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем Не поколеблюсь, В рот и рот Не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, Коварства и лжи. Под языком его Мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, В потаенных местах Убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, Как лев в лаговище. Подстерегает в засаде, Чтобы схватить бедного. Хватает бедного, Увлекая все те свои. Сгибается, прилегает, И бедные падают В сильные когти его. Говорит в сердце своем Забыл Бог, Закрыл лицо свое, Не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, Вознеси руку твою, Не забудь угнетенных. Зачем нечестиво Пренебрегает Бога, Говоря в сердце своем, Ты не взыщешь. Ты видишь, Ибо ты взираешь на обиды И притеснения, Чтобы воздать твоей рукой. Тебе и придает себя бедный, Сиротет и помощник. Сокруши мышцу нечестивому И злому, Так, чтобы искать И не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, Навсегда, Исчезнут язычники Из земли его. Господи, Ты слышишь Желания смиренных, Укрепи сердце их, Открой ухо твое, Чтобы дать суд Сироте и угнетенному, Да не устрашает Более человек на земле. На Господа уповая, Как же вы говорите Душе моей, Улетай на гору вашу, Как птица. Ибо вот, Нечестиво натянули лук, Стрелу свою приложили к тебе, Чтобы во тьме стрелять В право сердце. Когда разрушено основание, Что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, Престол его на небесах, Очи его зрят, Вежды его испытывают Сынов человеческих. Господь испытывает праведного, А нечестиво и любящее насилие Ненавидит душа его. Дождем пролет он на нечестивых Горящие угли, Огонь и серу, И палящий ветер, Их доля из чаши. Ибо Господь праведен, Любит правду, Лицу его видит праведника. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедроток и неизреченной милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшийся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне к Божьему, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я от причастника славы Три Вечной, и да не похитит меня сатана, и не похвалится. Слово, что торт меня от Твоих руки ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери моей. Сподомь меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Соса Христа, во все дни жизни, ныне, всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, постанови охранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое, не дав возможности злому демону, починить меня себе и преобладая от вас смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Сыто, Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедную души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил мне страхи свои и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владыча, Моя Богородица, своими святыми всесимыми молитвами отгоняй от меня смиренного несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удалиться скверное, лукавое, и хуйную помысл из заканного сердца, и помраченного ума моего, и погаси плавим из страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод в чрево Твоего, яко родила Иси Христа, спасая избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила из чеснага, Животворящего Креста Господень, не остави нас, грешных, уповающих на Тя. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Свят, свят, свят Господь Савовов, вся земля полна, слава Его. Аллилуйя, слава Вышнему Богу, на земле мир и в человеках благоволение. Аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо, Господи, помилуй, отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Итихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Засимова, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, Диаконов Евгений, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священника, если угодно, тебе, смири власти и воинства их, и наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и сохрани нас здесь, и живущих в селении от пожара, воровы, нечистой силы, ты нашу жизнь пролил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобой, и до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и живущих в селении Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафимова, и Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрые жители, и знающих тебя, любящих уставы твои, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифину, Ирошир, Пределы, Нахаш, общины, всех побудено благовестия. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентину, Алексея, Валерия, Нину, Валентину, Надежду, Андрея, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и всех, с кем и познакомились, кому возвестили слово истины. Возри на врагов, и потуши ярость их, и закрой их лживые уста, и обрати их на путь спасения, и в судный день не вмини им в безумие их, ибо не знают, что творят. Воздай добром благодетелям нашим, исправь, помоги им, Елену, Евгения, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Посети болящих, укрепи, дай силу все перенести, пошли мы исцеление. Сергея, Алексея, Алексея, Александру, Александру, Валентину, Валентину, Марину, Тамару, Игоря, Иоакима, Василия, Акелину, Александру, Ты всех знаешь, Господи. Благодарю Тебя, Боже мой, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время будет на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, любящим Бога, все содействует ко благу, которые призваны по Его изволению. Аллилуйя, избавляю Господи, от тяжкого недолга, от пьянства, Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, оступников найди, Михаила, Николая и всех, не дай им погибнуть, путешествующих, Раиса Ульба. Это наше сокровище, сайт и форум, все сохрани для пользы людей, для славы имени Твоего, трудящихся Игоря Юлия, Дмитрия Виктора, Гавриила Ульба. Василия, Сергия, и обрати на путь спасения, наставь, Тимофея, Тимофея Мартина, и обрати Германа, Александра, Дмитрия. И все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших, отец и братья наших, и же с верой, надеждой на воскресение, жизнь вечно ототшедшая, и жизни сей, ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, родители наших, сродников, и всех православных христиан, и сотвори им вечную память, вечный покой. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Авва, Отче, Свят, Свят, Свят Господь, Саваук, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Владыка жизни моей, Господи Божий, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от опасности видимых и невидимых. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедность, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать и не роптать. Аллилуйя. И каждому дару жилье Гавриилу и Сергею. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, 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 Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исайя, Иеремея, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отреки, Пророк, Михей, Аврам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то нашего отшествия не застав нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, цветы ангела и архангела, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, цветы и мученики, и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин, философ, Касмай, Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. И даруй добрую веру Анфиму, Вениамину, и устраши родителей за такое ложное воспитание детей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, цветы отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анаси Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Почайль, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а ереси, да и изничтожит, и всех еретиков обрати на путь истин, откроем святость православной веры. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первомущенец, Афатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник Июня, Киприан, Уюстина, Молите Бога о нас, Да дарует Господь, Добрый разум им, Послушание и молчание, Целомудрие и стыдливость, И сохрани их, Господи, От всяческого поругания, И исправь непокоривость, Галины, Семейство ее, Евгения, Надежды, 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 Светланы, Мария, Раиса, Людмила, Галина, Иоанна, И прими, Господи, Нашу молитву, И воздяйня рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей, Божия, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе И на земле. Услыши, Господи, молитву, И исполни всех молящихся о нас Во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка, О всех заповедавших нам Молися о них. Спаси их И помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушает И дослышит Раб Твой. Оллилуйя. Аминь. Доброе утро. Вот у нас эта утренняя молитва, вот воскресенье, она короче, потому что сразу уходим в храм. Не считаем псалтырь и не считаем молитвы из молитвослова. Вот люди, наверное, не знают, как правильно крестить. Еще раз показываю, что два перста или три перста, так молился Сергий Радонежский. Два. Указательный и средний. Средний пригнутый. Это богочеловечество, как бы склоненные небеса, и Христос сошел. Изображается крестное знамение. А три, это троица изображает. Это после реформы Никона. Центр лба. Научитесь правильно ставить. Индийцы знают, где нарисовать точку эту. А православные не знают. Совершается крестное знамение, не спеша. Лоб, чрево, пуп, где находится. Прямая линия. Правое плечо и левое. И вкладывается в смысл. Святые Божие. Вниз. Святые крепкие. Святые бессмертные. Помилуй нас. Левая сторона, где будут стоять козлы. Отойдите, проклятые в огонь вечный. Левое, это погибельное. Правое, спасительное. И линия должна быть четко прямая. Прямой крест. И когда совершишь крестное знамение, только потом кланяться. Потом. И так поклониться, не подгибая колени, чтобы рука могла достать пол. Вот совершили один раз. А не так, что машет, как попало, и одновременно кланяется. В церкви так и делают. Не смотрит никто за порядком. Были смотрители всегда. Это в Ветхом Завете было такое. Главное, ответственный момент, и никого нету. Вообще никто нет. Стоят люди, разговаривают. Особенно, которые свечки зажигают там в черных халатах. Повернется спиной к алтарю. И стоят и разговаривают всю службу. Сидит монашка, разговаривает. Монашка. Столб, околостолба, ну, средний столб большой. В храме. И рядом скамеечки вокруг. И сидит монашка. И сидит боком. И с ней кто-то разговаривает. Нигде-то, в Киеве. Ну, проходит минута, вторая, десять. Она все разговаривает. Служба идет, литургия божественная. Я подошел и говорю, матушка, служба идет, разговаривать нельзя. Она мгновенно меня сразу же изменила тон. Много ты знаешь. Богато. Как-то так вот, дескать, знаешь себе вот, в Сапеи не лезь. Ну как, это храм, куда я пришел в храм молиться? Невозможно. Я посчитал. Ну, статистику пока показать. Некоторые не знают. Там Софийский собор в Киеве. 750 человек за час зашло. И 750 вышло. А где церковь-то? Да в церковь ногами переступать нельзя. А кто это говорит? Вениамин. Иннокентий Вениаминов. Просветитель северных народов. Я, говорит, когда расходились его прихожане, я, говорит, они стоят на снегу. Я мог определить, сколько человек было. Они стояли, под ними снег подтаивал. Не переступят. Вот тебе, язычники. В храме сегодня редко где есть порядок. Вообще ничего никто не смотрит. Никак. Я рассказываю случай. Здесь у нас есть Никольский храм. Прямо на центральном. Бывший Московский проспект. Теперь Ленинский называется. Бывшая полковая церковь. Никольский храм. Я зашел. Торговля справа. Сейчас убрали в другое место. Слева. Там маленько закуток сделан. Ну справа тут прямо около входа. Торгует. Служба идет. Торгует. Мужчина стоит в шапке. Рядом с ним собака. И в правой руке стоит папироса дымящаяся. Это внутри храма. Ну кто слышит, даже не поверит. Но я знаю, как к нам относятся. Посмотрел, никто не глядит. Это служители смотрят за этим. Чтоб только клиента не выпустить. Чтоб купил что-нибудь. Деньги. Мамона. Им надо всем фамилию Мамонов давать. Я ему говорю, в шапке-то нельзя. Шапки. Он сразу шапку снял. Он видно, мужик просто не знает. Ни хулиган никакой. Я говорю, папироса-то у вас в руке. Зачем? Ой, я и забыл. Он папиросу раз и давит. Прямо об руку себе давит. Потушил. Я говорю, и с собакой в храм нельзя заходить. Нельзя. А тут не написано было. Я говорю, нельзя. Но он сразу вышел. Очередь потерял. Я с ним вышел на крыльцо и думаю, на паперти что-то скажу. В это время выбегает служка. Кто он там и подьякон, я не знаю. Вы что ему говорили? Ну что я говорил? Что нельзя с папиросой? Какое вам дело? Иди у своих баптистов наводи порядок. Каких баптистов? Знаете, у них новый молитвен дом баптистов. Ну сколько там лет? Двадцать, наверное. Я ноги не ложил. Раньше ходили. Свидетельствовали. Сколько людей оттуда пришло, стали православными. То есть он наблюдал оттуда, он видел и никакого порядка нет. Совершенно. Одно время в Покровском соборе, когда мы ходили, в своей общины не было. Я всегда стоял на пороге, как зайдешь в храм, на пороге. А два киоска налево-направо. Ну и люди заходят, разговаривают, хоть маленько порядок навести какой-то. За нами смотрят. А кто вас ставил сюда? Ну раз никого не ставите. Я встал сюда на это делал. Это порядок, это храм наш. Наш. Московская патриархата это все. Ничего заелю. Убрать, чтобы не подходил. Не говорил никому. Я все время старался настоятелю помогать. Николай Войтович. И мне один говорит. Вот ты ему говоришь, ты видишь, как они относятся? Ну я вижу плохо. Они наоборот любят этот беспорядок. Тогда людям нравится. Я как дома. Она приходит, как дома ведет себя. Интересный случай. У нас одна ушла. Фамилия ее Ольга Репина. Ушла в патриархию. А мы так к русско-православной зарубежной церкви относимся. А потом пришла. Я говорю, а что ж ты уходила? Это ее спрашивают. Там кто-то спросили. Ну, не можно сказать. А почему ушла? А почему ушла? Она знает. Потому что сын вернулся у нее из заключения. Житья никакого нет. Дома как ад. И я если пойду туда, в храмы московской патриархии, я как... Ну, у меня нет никаких перепадов температуры-то. Тут дома как ад. И там так же у нее... А тут я прихожу, говорит, в общем, к своим-то я как в рай. И такой перепад мне на душу сильно действует. На нервную систему. Отсюда идти домой неохота. А там она из одного состояния не переходит в другое. Тяжелого ничего нет. Вот какое еще объяснение бывает. Поэтому, о чем и говорит Василий Великий. Сначала наведи порядок, а потом богослужение. Это повторяет и Иоанн Златоуст. Порядок. Слово порядок не любят. А что? Это фарисейство. Научили слова говорить. Фарисейство. Это внешнее обряд доверия. Ну, хотя бы обряд. Это тоже идет от внутреннего побуждения. Одеты правильно, по церковному, по форме. Ну, если кто желает это узнать, повторяю, я говорю о том, что может каждый сделать. Есть в Москве храм Христа Спасителя. А на этой стороне канала, прямо рядом видно метров 250, видно купола. Это храм Николы на Берстеневке называется. Там игумен Кирилл Сахаров. Это не единоверческая церковь. Московский патриархат. Посмотрите, какой у него порядок. У него службы все идут по старому обряду. Все абсолютно. И формы одежды, и люди все по форме одеты. И недавно митрополит Иларион Алфеев совершил богослужение полностью по старому чину. И он там, конечно, отец Кирилл Сахаров. То есть так, как князь Владимир принес на Русь. Какой порядок. Знает, где кланяется синхронно. Молится. Что везде кланяется. Это и так понятно. Посмотрите, как мусульмане кланяются. Миллион человек. Все одновременно поклонились. И ни один не шевельнется. Ни один. В армии идут, как шагают. Посмотрите, когда на параде китайские войска идут. Или в других государствах. Трогает сердце. Видно, как один идет. И в молитве точно так же. Он нас не знает, где кланяется. А есть вот веру и считают, когда веру и воедино Бога Отца. Совершать нужно крестное знамение, но поклон не делать. И в конце, когда аминь, там поклон. Видите, какой промежуток между совершением крестного знамения и поклоном. Кое-где без совершения крестного знамения, когда прощенное воскресенье, мы кланяемся батюшке, совершать крестное знамение не надо. Сколько ни наказать, все равно крестятся и кланяются. Перед иконами, перед Евангелием тут совершается крестное знамение. Всему надо учить, чтобы подойти к молитве. Так, мы здесь сделаем сейчас, отключим. И кто хочет, останется. Мы насчитываем сейчас, озвучиваем занятие, которое я вел в Потеряевке, со дня ее основания в 1991 году, тематические, по темам. Так, я отключаю сейчас. Давай.